Всем привет! Сегодня мы идем от Уколхас виллы с такими замечательными воротами на пляж. Я иду медленным шагом. Время 7.30 утра и мы посмотрим как выглядят улицы острова Уколхас. И вообще, что за расстояние до моря здесь. Чтобы было понимание о том, чего ожидать. И чтобы ожидания максимально совпадали с той реальностью, которую мы видим. Потому что, когда я путешествую, я первым делом смотрю всех блогеров, кто что наснимал, кто там есть на самом деле, как все выглядит. И пока с каждым годом все больше и больше. Я понимаю, что это самый надежный источник информации. Потому что иногда даже нам кажется, что все, мы уже там были, что нам ехать, зачем все. Мы уже все знаем. А я не буду показывать по сторонам. Тут, конечно, можно заглядывать во дворики. Вот там, например, Коралл Вилла Уколхас. Это еще один отель. Ранее мы проходили, это были. Это такие вот у них сиденья для релакса. Вот сюда сидеть и здесь сидишь. Но мы сейчас идем на пляж. Не смотрим по сторонам, а идем на пляж так, как мы туда и шли бы. Он, кстати, один из магазинчиков продуктовых. И там всякое такое можно купить на самом деле формата. Тетрадки, маркеры, карандаши, клей, пластиковые стаканы, веники, ну, в общем, все, что, в принципе, хозяйственное такое нужно. Все, там можно купить. Вот, мы идем, идем, потому что мы засекаем время, да, вот сейчас 2.07 до пляжа. И вот эта беленькая изгорица, это и есть уже территория пляжа. Ты можешь зайти, в принципе, в любом месте. Тут периодически есть входики. Но вот мы зайдем через наш любимый входик, в котором мы привыкли ходить. А это вот улица побережная. Ну, немножко отвлечемся. Смотрите, какое дело. Я его обожаю. Это огромные корни воздушные. И плюс еще эти висящие корни. Это что-то. На них дети катаются, кстати. Вот. Мы заходим, значит, заходим. Здесь такие джунгли. Тарзанки для детей покататься. Они состоят основу из пальм. Вон еще одна тарзанка из пальм, которые дают кокосики. Ну, еще какие-то другие деревья здесь есть. Вон они там, кокосики. Ну, и, собственно говоря, вот океан. 3.07. Это я еще отвлекалась, да? И иду не спеша. Ну, как правило, все мы так идем. Все мы так идем. Никто не идет суперселенаправленно на пляж. Обычно все болтают, смотрят по сторонам и развлекаются. Значит, есть вот такие лежачки. Они в свободном доступе. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас людей в 7 утра на пляже. И чем они занимаются. Значит, на ту сторону у нас идет пляж для местных. Так что там water sports center еще. Там почему-то поставили этот банан вчера, и он до сих пор стоит, но вообще это не норма, конечно. Ну, какая цапля интересная. Сегодня солнечная погода, а мы видим соседний остров, курорт. Вот, собственно говоря, такой у нас пляж. А, я сейчас буду идти против солнца, и вид будет, конечно, не очень, потому что в ту сторону вид гораздо лучше. Но в ту сторону у меня идти нет смысла, потому что я хочу обратно вернуться в другую дорогу, чтобы вам показать другую дорогу от нашего дома до пляж. Это сейчас я шла, это долгая дорога. Ой, видно ли, видно ли, бегут крабики. Крабики бегут, бегут, бегут. Они бегут, 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 бегут. Такие они замечательные. А ночью, ночью, что же они творят ночью? Ночью их просто тьма. Но, видимо, пока еще раннее утро. Ну, как раннее, на самом деле 7 утра, для таких мест не сильно раннее утро. Ну, вот, собственно, так выглядят лежачки, которые заполняются туристами. Кто там вот даже оставляет полотенце, все надувные принадлежности, и ласты, и маски, потому что здесь воровство не распространено. Самые опасные существа здесь это туристы, другие, местные, крайне дружелюбный народ, не очень строгая у них религия мусульмане. И совершенно не принято у них какие-то такие вещи. Это считается противоморально и так далее. Вот, мы идем по пляжу, утренняя прогулка. А вот эта группа, это рыбки. Если присмотреться, это черное пятно, оно двигается. И если в него зайти, то они разбегутся. Ну, я сейчас не хочу мочиться с утра. Но видно, да, что оно меняет форму. Это рыбки. Ну, они красивые. А мы продолжаем идти вдоль пляжа. Зонтики-лежачки. Восход у нас со стороны острова, да, джунгли. Сегодня мы наблюдаем восход. Ну, как уже восход? Уже взошло, взошло солнце. А заказ у нас будет вон там. Вон там. Заказ у нас будет красивый. Как-нибудь посмотрим уже как. Пляжи убирают. На пляжах регулярно ссорят. Замечательные наглажаемые туристы. И пляжи регулярно убирают местные. И я так понимаю, что это местные именно сотрудники отелей. То есть здесь нет формального деления на территории между отелями. А-ля этот пляж принадлежит этому отелю и пляж этому отелю. Но есть деление на лежаки. Нас еще ни разу не согнали с других лежаков, если ты ляжешь. Но, в принципе, каждый лежак подписан. Я так понимаю, что они ставят энное количество лежаков от каждого отеля. И, ну, наверное, пока у нас просто нет конфликтов. Потому что всегда есть свободные лежаки. И каждый может разместиться в комфортных ему условиях. Но если начнется... А, вот, кстати, здесь я хотела уходить. Здесь я хотела уходить обратно. Но я уже раз вышла, давайте дойдем до конца острова. Тем более, что вот он уже виднеется. А, это не так далеко. Чтобы показать так называемый tourist beach. То есть, если вы откроете гугл-карту, вы увидите обозначение tourist beach. Это туристический пляж. То есть, считается, что на пляже местных нельзя купаться в купальниках, открытых в бикини. В основном это касается, конечно, милых дам. И есть специальный бикини-бич или tourist beach для туристов. Но здесь вот есть бикини-бич, который вот там на углу. Но он очень ветреный, на самом деле. И, ну, нам там не нравится. Там, в основном, ловят рыбу. И вот сетка натянута. Ребята играют в баскетбол, волейбол. Точнее, волейбол. Я не сильно в командных видах спорта с мячом. Простите. Вот. И они отдали туристам огромнейший кусок этого пляжа. Просто огромный. Им там бедным осталось совсем немножко. Но мы тут рассуждали и понимаем, что туристы основной источник денег на этом острове. И, вероятно, местным хочется иметь все больше и больше туристов. Потому что гостиницы строятся достаточно активно. Ну, как гостиницы? Гестхаусы, конечно. Ну, на английском это называется hotel. Причем они здесь называются еще вилла. Да? У нас, например, ухлхас вилла. Есть вот coral view вилла. Есть beach вилла. И так далее. То есть они называются виллы. Но виллы это по-балийскому гестхаус. Когда есть там 8-9 комнат. И ресепшн, который это все контролирует. В нашем случае есть кухня, которая сюда готовит. Но я думаю, что так у всех отелей и гестхаусов вилл устроено. Ой, это вот классная штука. Когда вот этот пляж резко обрубается за счет того, что вымывает океан. Да, здесь, вы видите, уже немножко камушки пошли. Ну, это вот такое место. Там достаточно. А здесь зато можно красиво подобраться. Ой, смотрите, тут сделали арку. Видимо, ко дню всех влюбленных. Красиво. Красиво. Вот местные помесили гамачок в мешок. Да, это новый отель открывается. Они пока еще не достроились. Причем они не достроились, чтобы понимали, вот до такого уровня. Вот там еще строительные леса полные, это самое. Ну, Coco Nat Bar уже готов. И здесь создают такое тусовочное место. Тусовочных мест тут нет. То есть, это первое создающееся на пляже собственное место. А если вы ищете тусовки, ночные мероприятия, не сюда. Не сюда, ребята, не сюда. Сюда с детьми, сюда на пенсию, сюда, если нужно для личного релакса, йога, тур и все такое. Но ночных тусовок здесь, конечно, нет. Алкоголя здесь, естественно, нет. Потому что на всех локальных островах нет алкоголя. Но вот волейбольная сетка есть. И, кстати, есть футбольное поле. Оно в той части острова. Но там играют только местные. Не уверена насчет того, пускают туда туристов. Точнее, ну да, нет, я не узнавала. Скорее всего, нет. Если только вы приедете, готова футбольная команда. И, может быть, можно договориться об определенном времени, когда вы будете играть. Вот, собственно, мы дошли до края острова. Он вот так вот закругляется этим пляжем. И заканчивается. И заканчивается. И заканчивается. Таков он остров Укулхас. Вон еще один какой-то маленький островок. Он просто с песочком и пальмами для фотографий. Для фотографий. Ну что ж. Это самое высокое здание на острове. Один, два, три, четыре, пять этажей. И вот эта башня может быть шесть этажей. Это, конечно, неприличное высокое здание для этого острова. Ну, все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, кому-то это было интересно. Пока я еще здесь. И, в принципе, если есть какие-то вопросы про остров Укулхас, пишите в комментариях. Попробуем ответить. И, в общем-то, в этом году, 2021, Мальдивы достаточно сильно наполнены русскоязычным туристическим населением. И, в принципе, я думаю, что многие русскоязычные, потому что, сложно сказать, что все из России, очень многие из европейских стран и из UK у нас есть соседи, которые говорят на русском. Вот. Но, так или иначе, русскоязычное население, наверное, в 50% из туристов. Остальные... Остальные у нас кто? Остальные очень сложно определить. Но, так или иначе, славянская группа преобладает, потому что языки Восточной Европы прослеживаются по звучанию. Я их не различаю, какое конкретно именно, но в целом по звучанию понятно, что это Восточная Европа. Итальянцы есть. Нет азиатов. Вот вообще нет азиат. Ни одного, ноль. Поэтому все туристы, они, как правило, белые. Восточной Европейской внешности. Американцев тоже я здесь не замечала. В основном, европейцы. Ну вот. На этом точно все. Всем спасибо и хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok